Привет! Ну что тут в двух словах? Ну, в общем, составили протокол, нарушили права. Протокол или постановку? Постановку, протокол не составили. Ага, а как они могли составить постановление, во-первых, без составления протокола, и во-вторых, на каком основании вы делеговали функции судов? Шановны, вы порушуете 124 статью Конституции Украины. Будь ласка, добрый день, представьте, что вы, ваше прозвище, имя по-батькови. Я обожаю, зараз вы зайдите с дороги? Я зайду с дороги. Я закинчу, я до вас подъеху. Для меня не надо подходить, я до вас подъеху. Дивіться, згідно 6 статті Закона Украины про громадский демократичный цивильный контроль, я маю право контролювати ваші дії. Контролюйте. Не спостерігати, а контролювати. Будь ласка, представьте. Я для вашей безпеки. Я відійшов, будь ласка, представьте. Не виходь. Инспектор управления патроновой полиции лейтенант Спирский. Я закинчу з правопорушенням, і до вас підійду. Але ви на дорогу, будь ласка, не виходьте. Я не виходжу, дякую. На дорогу ми не виходим. Значит, инспектор патроновой полиции составил рапорт составу, да, и постанову составил. Так. Хорошо. А чому ви вважаєте, що ви можете нехтувати 124 статтей Конституции Украины? Які повноважения, які нормативно правові законні акти вам дають на це право? Дивіться, я виношу? Ви не маєте права виносять. Не має права? Ну, конечно. 124 стаття Конституции Украины. Про що нам говорить? Я не знаю. Ви не знаєте? Шановні, ви вийшли на службу і не знаєте прямого закона, якому ви повинні підчинятись згідно закону про національну поліцію. Де написано, що в першу чергу ви повинні користуватись Конституцією України. Ви мені зараз говорите, що ви не знаєте. Що ви туди робите? Ти 102 визвав? Так. Все. Значит, інспектор не готовий до патрулювання. Хай знімають з патрулювання, якщо він не знає законів. От тоді, значить, можете реализувати мою керівництво, хай мене знімає. Не ви, а моя керівництво. І я. Та, тому що я контролюю ці органи ДМАБи. Я не знаю, який контролюю ці органи. Я вам ще раз повторюю. Шостя стаття Закону України про громадський демократичний цивільний контроль. Будь ласка, вивчіть. Вивчим. 124. Скажите, водій рухався без світла, однак кожного немає при собі страхового полісту. Дайте я вийду, щоб ми не перекрикувалися. Так, звідно. Доброго дня. Мене звати Ігор. Ветенант поліції Снігур. Так. Водій рухався, ви кажете, без ДХО? Без дневних ходових? Без ближньої світла пари, а також без дневних ходових вогнів, які згідно пункту правил 9-8 правил дорожнього руху, повинні. Без населеним пунктом, в дневну пору доби, водій зобов'язаний рухався. А це настільки я розумію, це Шкічеєво, це територія населеного пункту. Водія зупинили. Водія зупинили ось цю Київська бивша обласна больниця. Кічуха, от поворот. І це і є населений пункт. В населеному пункт вважається, коли нам в ділянці дорожни, коли їде автомобіль, на білому фоні написано надпис населеного пункту, на білому фоні. Коли це вважається населеним пунктом? Ага, а якщо на синьому фоні, то не вважається. І це не вважається населений пункт. Тобто у вас виходить, дорога пересікає населений пункт, ділядить на дві частини – з правої сторони та лівої сторони? Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Комправо пересі Merinova, можна на тротуар, будь ласка? Можна. Будь ласка, жилетку не взяли. Хотя у меня тут машины закрывают, мне не опасно. Мне машины закрывают, нет, не моя. Також, в соответствии от пункта 31-4-7. Ну, штрафуйте меня, протокол на меня випишите, будь ласка. Також, в соответствии от пункта правил 31-4-7. Водя, в отсутний задний бампер. Что порушено? Ну, за отсутнение заднего бампера я согласен. Так, переверите документы. Водя, в соответствии от правил 2-1-Г, нет страхового полюса. Шановный, будь ласка, по поводу страхового полюса, тут вопрос спорный, потому что мне Конституция дозволяет, страховки не заключать, и что мне не выгодны. А так как у нас Конституция стоит выше закона про нацполицию и правил дорожнего руха, то есть в данном конкретном случае, своим фактом можно снехтовать. Друге, ваш коллега винес постанову на месте. Ну, так. Тим самим порушим 124-ю статью Конституции Украины. А я с чем самим порушил? Вот, бачите, вы тоже не знаете Конституцию Украины. Ну, почему это? Ну, как, ну, чему это? Ну, шановне. Ну, конечно, я всю Конституцию Украины не могу знать, как правило. Да, всю не надо ее знать. Это ваша прямая статья, которая забороняет делегировать функции судов посадовыми особами и другими государственными органами. Понимаете? А почему мы делегуем? Ну, потому что вы выносите постанову, вы вважаете, что водитель винный. Я прошу задать на вопрос, пожалуйста. Не трогайте меня, будь ласка. Не трогайте меня руками, будь ласка. Не трогайте меня руками, я сказал, что вообще озверел. Чего вы не кричите? Чего ты моими руками лапаешь? Я не грех вас не трогаю. Ты руки мил? Вас никто не трогает. Справку с баней, если руки мил. Шановный, я буду балакать так, как мне дозволяет сейчас обстановка. Я не нарушаю, я сказал, вы пишите на меня протокол, если я нарушаю. Ну вот вы зашли, вы припинили правопорушивание. Шановный, будь ласка, я общаюсь с людиной. Вы до меня принесли? Ваш транспортный средств. Моё транспортное средство. Перегрелось, стоит на аварийке. Поставьте знак аварийной обстановки. Выставьте, пожалуйста. Выставлю. Дякую за зауважение, я выставлю знак аварийной обстановки. Дивите, 124. Дай я за рейс. Дивите, згідно с 124 статей Конституции Украины, вам заборонено... Я за каварийку, я жду, уважаю. Ну ждите, вы вважаете, я сфинкуюсь. То есть вы не отмываете, так припините правопорушивание? Я не отмываюсь припинити правопорушивание. Дивите, згідно с 124 статей Конституции Украины, вы не маете права выносить решение на месте. Винный водитель, или невинный водитель. Это делегирование функций судов, которые вы взяли на себя, как посадовая особа. Вам это заборонено своей Конституцией. Вы маете право скласти протокол, с усіма материальными доказами доказовой базы направить его до суду. И это будет по закону. Если водитель видит в наших действиях какие-то порушения... Нет, ну конечно... Вы право поставьте знак аварийного, если у вас не поставили вас. А вы какого-то эвакуатора? Да, вы выключите эвакуатор. Я вас прошу поставьте знак аварийного сутки. Шановный, ну я сейчас все, вот я отъеду, а что она аварийна? Чтобы она что-то порушает? Так, она порушает 30 метров ее депинтости. 30 метров? Ну сейчас мы перейдем на 30 метров, зупинимся. Хорошо. Так, теперь, будь ласка, шановные, принимайте, будь ласка, заяву на право порушения административного. Инспектором полиции, как ваша фамилия, еще раз повторите, будь ласка. Ветенант Скурский. Ветенант Скурский. Кто будет принимать заяву? Полицию, на татуар. Давайте зайдем на татуар. Зайдем на татуар. Кто будет принимать у меня заяву? Будете писать? Я буду звертаться, вы будете писать, а я вам буду диктовать. Давайте, Серёжка не будет мерзнуть на морозе. Сановне, закон про устное звернение граждан. Да, мы в райотдел приедем. Да, будем в райотдел. 102 вызывали, Серёж. Все, зайдем туда 102. По 102 вызывали. По 102 вызывали. Да. Раз, ждем у руку. Все. Все, вы не переживайте за мою камеру. Да. Не трогайте меня, будь ласка. Серёжка, ты посмотришь, заделаешь, блядь. Я буду тут кричать. Да ты шо? Не трогай меня руками, я сказал. Я повторил, не трогай меня руками. Знаете шо? Не знаю я шо. Так вот пойдите, узнаете. Дистанцию тримайте, будь ласка. Яку дистанцию? Хто цю дистанцию выдерживает? Вы не кричите на меня. Скажите. Еще раз повторю, шо значить дистанция? Шо? Шо это такое, блядь? Вы ходили с районами. Смотрите, постанову вы не выписали. Это, конечно, да. Ем их там распоряжение, нужно это позволять выписать. Но до постанови должен быть протокол. Протокола этого нет. 255 статья почитайте. Да что мы не считаем, 124 статья Конституции Украины. Вона уже порушена. Есть Конституция у вас? Есть у меня, будь ласка. А у вас есть? Нет, нет. Это их правильный закон, который они даже не знают. Это он сказал на камеру, что я не знаю. 124 статья? Да, 124 статья. Я не могу знать, сколько ступенцово выросли. Нет, я не до вас говорю. Ось ваш коллега сказал, что он не знает. Вы подписывали, нет? Постановку? Нет. Вы не будете подписывать? Постановку нет. Что? Буду. Постановку нет, не будешь? Можно остановить? Я за меня не спілкуюсь. Я за меня не спілкуюсь. Ты посмотри, как оно дикое. Там мы шлились, я не слышу. Ничего, уши помыть. Николай. Николай, пожалуйста, обеспечу лично, чтобы не доважать руху. Я понял, а зупинил, то давайте безправно-дорожную руху, там встань, блядь, чтобы не доважали маршрута транспорта. Там подснос поставь, чтобы не хнуло. Не, вы четвером уже у меня, это, а так, ну, скидь, а то мимо не пахнет. Сейчас я 124-ю зачитаю. Тут посмотри. Ваши постановки взяли на адресу, яку вы показали. Нет, пожалуйста, вы не едете, потому что вызвали следующее оперативно. На вас будет сейчас вкладена заявка про административное правопорушение. Значит, смотрите, то, что у нас заявка... Давайте разберемся, ну, серьезно, хочется же забраться. Ну, смотрите, ну, зачем это? Ну, вы написали, сейчас сели и уехали, правильно? Вы порушили, вы порушили закон. Ну, сегодня вам, что я вам... Ну, что, так. Вы понимаете, что это прямое правопорушение? Я хочу разобраться. Николай Геннадьевич, я чего не хочу уезжать, потому что... Понимаете, протокол бы выписали, никто бы даже слова не сказал. Ну, выписали протокол, это такое, вы можете право. Постановы вы не можете право писать. Это 365-е, перевышение способовых полноважений. И на это все нормально, все реагируют. И полиция здреснула. Так, 0109. Ты посмотри, как они кидаются, слушай, за бары хватает вообще. Что это за безбашенный? Это бородянка? Все паковали жестко. Да ну ты что? Его в пятером, пожалуйста, распаковали. Мені надолго отпустили, его ввезли в пятером. Скажи еще раз, будь ласка, вы не скажете, что вы не можете... Полиция спрашивает, почему вы... Алло, добрый день, меня зовут Игорь. Тут идет перевышение способовых полноважений, поворот на Кичейева. Инспектора полиции делегуют на себя функции, которые им по закону про нацполицию не подбирают им. Они не могут выносить постанову, потому что это поручение 124 статьи Конституции Украины. Они выносят постанову, но это оборонено законом. За ДХО вынесли, за дневные ходовые огни, какие они типа... За ДХО, дневные ходовые огни. Да, но автомобиль находится в межах населенного пункта Кичейева. Вот, и я... На Белом, наверное, я же откуда знаю, какие-то от Кичейева. Вот, вы раз... А бы ж вы не склали протокол, да ничего не маю против. Хай суд вырешу, я... Как этот протокол не складывается, если вы порушите 124 статью Конституции Украины, шановни? 124. О, они уже уезжают, уже текают. Так, да, да, 124 статью Конституции Украины. Так, подождите, полиция текает, так что, заяву никто не приедет в нас принимать? Приедет в райотдел. В райотдел заехать? Так, вот... Чтобы вы в райотдел заехали, написали. Ну хорошо, да, поедем сейчас в Бородянку в райотдел. Да, заехать на... А скажи, устно, можно? Так, мы устно звернем будем. Ну, Сереж, ты же в курсе, как мы заявляем. Нет, так скажи, чтобы сейчас, чтобы уже не зафиксировали. Ну, что, вы у нас на протоколе, что сейчас есть на... Если приглашает, когда 134 в руках, что полицейский принимает решение... Да, он не может принимать решение, это не в его функциях, не в его компетенции принимать решение. Что, что, не сказать постановление? Конечно, нет. Протокол. Протокол. 22 статья Купаба. Да, при чем ты мне ваш Купаб? Есть Конституция Украины. Сановне, где вы живете? В какой стране? Скажете, скажут. О-о-о. А пресекать незаконные действиями, как граждане Украины, мы имеем право? Они могут до вас подъехать, но сейчас я на ДТП, если ДТП разберутся, что правда, я тут. Хорошо, мы ждем. Хорошо. Мы ждем.